Еще хотели поговорить о наших соседях. Молдавский олигарх Илон Шон, заочно осужденный в Молдове на 15 лет лишения свободы, на этих выходных он в Москве созвал свой съезд. И там они заявили о создании такого политического блока, назвали его «Победа». Соглашение подписали башкан Гагаузи Евгения Гуцул и представители еще четырех партий. Программа у них, если кратко, это подальше от ЕС, поближе к Москве. Скажите, с какой целью создается новое пророссийское движение? Насколько внимательно к этому стоит относиться? И они ведь наверняка попытаются расшатать ситуацию в Молдове, но уже это не раз делали. Мы это видели, обсуждали. Абсолютно верно. Российская Федерация всегда использует любую возможность, чтобы можно было создавать различные пророссийские проекты в той или иной стране, чтобы иметь возможность с помощью таких сил влиять на внутреннюю политику того или иного государства, но также влиять на мнение граждан, чтобы они могли, скажем так, принимать другие решения, нежели это делали ранее. Например, если они поддерживали европейскую интеграцию, то они могут пропагандировать среди населения, что это все нам не нужно, что мы должны быть там либо с Россией, либо быть изолированы вообще, не быть каким-то блоковым государством. Но таким образом Россия и совершает вот такие вот действия. Я не исключаю, что тут может быть несколько факторов, почему именно сейчас Россия решила задействовать вот такие вот рычаги, хотя действительно она делала это и ранее. Ну, во-первых, это то, что Молдова, как и Украина, идет стремительными шагами в западное сообщество, в частности, в Европейский Союз, и это стоит понимать, как то, что Россия воспринимает это в качестве угрозы, ее влиянию. И в России также понимают, что при таких обстоятельствах, если вот Молдова будет интегрирована в западный мир, намного сложнее будет России что-либо делать в этой стране, тем более, когда такие вот партии, они фактически будут настолько маргинальны, что они абсолютно не смогут влиять ни на какие процессы. Ну, и в этом контексте, конечно же, не стоит забывать о таком важном вопросе, как Приднестровский, и тут Россия также ведет для себя угрозы, и это также может означать то, что Россия понимает, что после ее поражения в российско-украинской войне Приднестровский вопрос может решиться в считанные дни, и поэтому она также собирается удерживать ситуацию в той парадигме, которая существует на сегодняшнее время, и это, скажем так, может быть второй фактор. Ну, а еще также одним я не исключаю, что тут может быть противостояние против президента Молдовы Майи Сандо, которая все-таки не только, скажем так, ратует за то, чтобы Молдова интегрировалась в западное сообщество, но также и усиливает безопасность Молдовы, и это мы видим по различного рода соглашениям, в частности и в контексте реформы ее противоракетной обороны. И тут, конечно же, мы можем упомянуть такое важное государство в этом контексте, как Франция, и недавно между Молдовой и этой стороной было подписано соответственное соглашение, которое предусматривает размещение французских войск на территории Молдовы, но в качестве инструкторов, чтобы они могли, скажем так, помогать молдовской армии вставать более современной и отвечать западным стандартам, и это также угроза для России, ну, по крайней мере, они так ее воспринимают в качестве угрозы, то есть фактически это также может способствовать тому, что Молдова может вернуть свою территориальную целостность, возобновить ее, и, скажем так, российские войска, которые находятся в том же таки Проднестровье, они вынуждены будут покинуть этот регион, ну, либо, конечно же, могут быть и более плачевные последствия для тех войск, которые там находятся. Ну, то есть, скажем так, для России очень важна Молдова в контексте ее возможных неамперских амбиций, ну, и тут также стоит учитывать, что они держат там же этот контингент для того, чтобы, возможно, отделить Украину от Черноморской экватории, и они также, для них это важный аспект, это если бы, скажем так, они смогли достичь каких-то своих целей именно в регионе Черного моря, но, возможно, также и другие факторы, и поэтому мы видим, что в тех или иных странах Россия создает эти проекты, и это, кстати, касается не только по советскому пространству, но наибольшим образом именно они пытаются сделать именно такие вот проекты в таких странах, как Молдова, Грузия и многие другие, чтобы держать там свое присутствие. Но я думаю, что ничего с этого не выйдет, я думаю, что такие вот маргинальные проекты, они все прекрасно понимают, кем они спонсируются, это все работа Кремля, это все его политические технологии и элементы российской пропаганды, поэтому я думаю, что Молдова будет дальше двигаться в свободное общество, и надеюсь, что она не повторит тех ошибок, которые были в прошлом, когда к власти приходили откровенные российские политики, которые толкали Молдову в сторону русского мира, который, конечно же, не предвещал ничего хорошего ни для этого государства, ни для других стран, которые хотели бы вернуться в тот российский строй, который был на протяжении многих десятилетий и который не принес ничего хорошего ни одному народу.